Прошу внимания на экран. Компания «Ива Мебель» стала не только лауреатом премии «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», но и внедряет наставническую программу «Земля мастеров», восстанавливая традиции народного ремесла. Татарстан — это традиционно. Я и есть Татарстан. Фабрика «Ива Мебель» — это уникальное производство плетеной мебели ручной работы в Республике Татарстан. Наше производство активно занимается сохранением и развитием народного ремесла на месте его бытования. Компания «Ива Мебель» — это уникальное производство плетеной мебели ручной работы в Республике Татарстан. Татарстан, Франция, Италия. И в такие регионы тоже подставляем. Казалось бы, что такое предприятие народно-художественных промыслов? У предприятий народно-художественных промыслов не так много активов, как у промышленных гигантов. У таких предприятий нет столько средств и нет такого доступа к технологиям. А что есть? Есть человеческий капитал. В эпоху глобальной экономики, в эпоху новой экономики, как внутренний туризм и сохранение экономики, ложатся в основу государственного капитала подготовка профильных специалистов-ремесленников. Воспитание таких мастеров становится ключевой задачей. Фабрика «Ива мебель» — это не просто цеха по сборке плетеной мебели. Это образцовая единица на передовой линии борьбы за сохранение нашей родной национальной культуры. Ведь наши мастера — это наше национальное достояние. А наши изделия — это наше национальное культурное послание. Послание, обращенное в... Я, как предприниматель сферы производства, могу сказать, на сегодняшний день... На сегодняшний день главное... Спасибо, повторюсь. Кадры решают все. Если у таких фабрик, как наша, будет государственная поддержка в области обучения профессиональных кадров на месте... Очень важно — на месте бытования ремесла. Если мы будем знать, что государство заинтересовано в подготовке молодых кадров, молодых мастеров, то мы сможем решить очень важные задачи. Если вы видите эту работу, давайте вот скажите, как, где будем мы готовить кадры? Я всякий районный счет. Мое предложение... Я предлагаю на базе, например, нашей фабрики в Балтасинском районе, так как это место бытования этого ремесла издавна... Нам очень важно создать государственную учебную систему в Балтасинском районе. Понятно. Какое количество специалистов надо... Образование в Индаме... А вы здесь, да? Вот как раз вы за профиты. Может быть, филиал какого-то нашего этого сделать там... У нас есть кадры, техникум народных художественных промыслов. То можно сделать филиал, да? Да, если мы можем открыть филиал в Балтасинском районе, на базе фабрики проводить практические занятия... У нас есть программа, которую мы разработали, называется «Земля мастеров». Вы сделаете расчеты, сколько специалистов надо, какие специалисты, потому что стандартное образование... Это не профтехучилище должно быть, это вот чисто специальное... Ну, там весь учебный процесс не надо, а вот процесс подготовки вот этого ремесла надо продумать... Рустам Игалевич, там есть в Балтасиях филиал Артского колледжа в Индарме? Нет, Артский колледж, он не этого профиля. Профиль вот нужен, который промыслами этими занимаетесь. Вопрос не в подчиненности, где она. Вопрос профильности. Вот вы проработаете, я и еще другие у нас. Вот в Алексеевске есть у нас там вот льняные какие-то, еще какие-то. Мы же хотим, если у нас вот получится, я говорил, здесь даже центр ремесла сделать вот на базе. Мы сейчас вот пытаемся сделать по покупке суммы. И, конечно же, самое главное в промыслах – это умение специалистов. Мы поручения не дадим, давайте отработайте, как вы в форме, как в принципе. То, что вы говорите, это нормально, и вы готовы к этому подключиться. Спасибо большое, потому что действительно многие промыслы сейчас на угрозы вымирания стоят. Я поэтому и говорю, это дуальное образование должно быть, они должны как бы там работать, учиться. Но это должно быть, может быть, не полный цикл обучения, а вот специалисты… Профподготовка это называется. Профподготовка, да. И мы дадим госзадание, дадим финансовый ресурс под эту задачу. Спасибо. 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 Вообще, к этому надо относиться очень бережно, потому что многие ремесла мы уже потеряли. Куба, вернее, в Алтане. И, конечно, во-первых, их надо восстановить. Восстановить можно только тогда, когда мы найдем людей, которые будут обучать наших специалистов. И это востребовано сегодня. И не зря я говорю, вот в городе, в Казани мы хотим такой центр сделать, чтобы и пропагандировать. И, ну, эти изделия, они все равно, вот то, что вы предлагаете, оно же сегодня востребовано. Расширяться надо. Не так, что шли сезда? Я говорю, что вы не знаете, но... Рядом деревни есть. Вот сколько людей. Видите, ваш цех может быть не только это. В принципе, это подсобное помещение дома. Спокойно можно эти изделия изготавливать, обеспечить. Вы централизованно обеспечиваете их сырьем. И все. Они вам возвращают готовые изделия, получают зарплату. Их можно и даже самозанятыми оформить, без разницы. Я говорю, обещаясь. Вот у вас должна быть программа на 200, на 300 человек, на 500. И мы под эту программу пойдем. На 25 человек мы не пойдем. Смысла нет. Так, нет? Спасибо.